привет друзья и да у нас новый новое дело сегодня будем делать демонтаж да как обычно ремонтируем в данном случае будем демонтировать устройство полностью на запчасти на разбор это пожалуй да на самом деле эксклюзивная вещь в наши дни 11 телефон новый мы будем разбирать полностью на расклад и обсудим такую штуку наверняка да может быть кто-то сталкивался с такой необходимостью заменить в своем устройстве плату это знаете когда сервис говорит устройство не сделать не сделать нет платы в наличии да вот основной платой вот это все То, что вот это вот вокруг этого, сегодня обсудим, расскажем, там будет интересно. Ну и да, здесь вообще такая тема, что это все разберем, раскладем. Все это перейдет в продажу в наш магазинчик. Вся эта целесообразность этой истории, опять же, кому интересно, сможет подсчитать на калькуляторе. Ссылка на каждую отдельную запчасть будет в описании к этому видео. Со ссылочкой на наш магазинчик. И, пожалуйста, по необходимостям, по задачам, кому что угодно необходимо. Так, да, устройство новенькое. Это так называемое замененное устройство по гарантии. Тут даже есть документ. Официальная была замена устройства. Это такая вещь, что когда-то, да, видимо, человек еще в гарантийном периоде обратился в саму компанию Apple. Там что-то, да, со своим устройством. И по, как бы, по гарантийным вот этим процедурам, когда невозможно отремонтировать, либо что-то такое, устройство меняется на новое. Так вот это вот и есть вот такое вот устройство. Если его активировать, посмотреть, то в названии, да, в номере модели этого устройства, там первая буква, по-моему, идет не M, а какая-то другая. И это, да, означает, что это замененный. Но это вот именно мы сейчас откроем, посмотрим, что это вообще за устройство. По сути, это такой же оригинал, никакой не восстановленный. То есть компания просто в нем перепрошивает вот этот вот серийный номер для того, чтобы, да, он у нее чистился, как замененное устройство по гарантии. А так это такой же чистый вот оригинал, как и из коробочки первородной. Да, более того, что устройство у нас вообще даже не активировано. Но вот в этом и будет интерес тому, кто, да, захочет что-то приобрести из вот этого вот вообще комплекта, из этого сета. То есть это просто новая запчасть вообще во всех, да, во всех вещах. Будь то корпус, будь то батарейка отдельно, будь то экранчик, будь то камера, вот эта вот вся история. Так, чтобы не палить здесь вот такую историю, как вот эти вот серийные номера, да, чтобы не было понятно, на самом деле, откуда растут ноги, ну, по множеству причин, да. Я не буду этого делать, просто, да, разбираем, рассказываем по нашей теме. Так, вырубаем, открываем. Ой, как интересно. Да, первородное, но со устройством не вскрывашка. Вообще, довольно-таки редко такие вещи, конечно, приходится открывать. Все-таки это больше происходит после какого-то юзанья пользовательского. Но вот это, конечно, разные вещи. Будь то новая, как это, знаете, к моменту ввода непроницаемости. То есть этот показатель, этот стандарт на новом устройстве, он один, с течением времени, он, конечно же, меняется. И вот эти все проклейки, они, конечно, разлагаются. Здесь вот мне даже само интересно, я не помню, когда открывал последний раз вот такую новую прям не вскрывашку. Ну, в принципе, да, ощущения те же. Это биг-присоска, чуть-чуть спирта, и у нас уже идет расщепление. Да, есть оно. Специализированная металлическая лопатка. Медленно проводя ей, я, конечно же, не могу повредить корпусу никак. То есть здесь само давление, расщепление, оно минимальное, и сам металл очень-очень гладкий. Медицинская сталь. Да, очень легко открывается у нас, в первой роде, хоть и... Вообще, да, сейчас как-то установились вот такие жаркие погоды. 22 в тени, как говорится. Ну и вот эти проклейки, они, да, конечно, более мягкими такими становятся. То есть это все, конечно, физика, и это все очень чувствительно к внешней среде. Поэтому, да, знаете, когда берете там телефон, ну, не знаю, лежит на солнышке, загорает, потом в воду с ним окунаетесь, конечно, вот эти все вещи на влагостойкость очень сильно влияют. Так, есть ОК у нас открытие. Да, в первой роде устройство. Уи, ничего себе, шубка подкоцана немножечко совсем. Вот такой вот задир. Тут что-то так подляпано. Тут немножко тоже нечисто, но на самом деле это бывает, и это ОК. Конечно, все эти вещи собирают люди, это не какие-то монолитные первороды, как многие, да, думают. И, кстати, вот это вот, да, понимание об устройствах вообще во многом вот здесь я буду рассуждать, когда мы доберемся до снятия платы. Это как раз-таки вот тот момент, когда, да, в сервисе мастер вам говорит, что не может сделать, отремонтировать ваш телефон по какой-то, да, причине, по неисправности с платой, и обосновывает это тем, что у него нет платы в наличии. Так вот, по сути, да, вот эта вот вся история, это, конечно же, никакой не ремонт, но и тут человек, ну, просто как бы так, можно сказать, что корректно пытается отъехать. Плата в наличии, это, по сути, есть само устройство, это сама, да, основная плата. Вот, кстати, да, я приготовил на примере вот такую вот немножечко, да, плату-распайку. А, то есть это тот элемент, который у нас будет отдельной вообще историей, отдельно пойдет в продажу, вот эта вот сама плата, ну, кому вот она потребуется, я скажу, почему именно в таком виде ее стоит брать, ни в каком другом, ну, либо правильно и корректно это понимать. Так, окей, снимаем экран. Ну, и да, прямо будем раскладывать те детали, которые у нас отойдут прям компонентами целыми, либо, либо целыми, либо по отдельности, вот это все будет прям видно. Да, вплоть даже, да, вот, знаете, до винтов и защитных пластин все раскидаем. Чья-то дактилоскопия. Так, экранчик, да, так как здесь есть пленочка защитная, по кладу вниз лицом. Так, нет, все же на подстилочку. Уберу проклейку сразу же, чтобы тут ничок мне не подлипло, не прилипло, чтобы не мешалось. Так, есть, окей. Ну, да, на самом деле не буду здесь прямо сильно мельчить по вот этим вот компонентам. Да, к корпусу основная часть, один из таких элементов модульных, у нас пойдет все вот эти вот шлифа с динамиками, микрофонами, с кнопками боковыми, то есть это будет оставлено вот в этой вот основе. Батарейку тоже не буду изнимать, тот, кто захочет приобрести корпус в сборе батареи, будет чуть подороже. Кому батарейка будет не нужна по своим целям, задачам, то батарейку извлечем, да, уже в момент продажи, соответственно. Но это будет отдельно, новым элементом, в отдельную продажу. Да, извлеку отдельно камеры и комплекс датчиков TrueDep, он будет у нас относиться к отдельно плате. Так, есть камера отдельно. Так, сразу поканем в защитный бокс. И на продажу. Так, извлекаем комплекс TrueDep. Так, отдельно кладем, он у нас будет относиться к плате. И да, с экрана нам также придется снять, это комплекс датчиков с динамиком, это также отвечает за работу FaceID и имеет отношение непосредственно к самой плате. И вот такая вот, да, такой тройничок из трех компонентов, это у нас будет отдельно плата в продажу. На 128 гигабайт, считаю, что по честной цене. Ну и да, и в принципе актуальна вот по этой нашей всей математике, чтобы быть не в угаре. Кому интересно, опять же, пожалуйста, можете посмотреть. Так, ну и да, в данном случае я уже могу извлечь плату, а весь-весь-весь вот этот навес у нас остается. И про плату отдельная история вот с примером, с показом вообще, что это такое. Потому что многие, да, как-то не понимают, конечно, незадача пользователя вникать. А когда человеку говорит мастер такое, что, ну блин, не можем сделать просто потому, что нет вот этой платы в наличии, так вот это, конечно же, здесь, да, люди иногда просто не понимают. И начинают там обзванивать другие сервисы или писать там, да, куда-то спрашивать, а есть ли у вас плата в наличии. Так вот, ребята, конечно, это такая история, что, блин, плата, когда она рабочая, полноценная, вся вот эта мишура, она меняется без проблем. И плата, по сути, это и есть, конечно же, телефон. Подключив сюда все вот эти элементы, навесные, да, мы получаем рабочее устройство. И когда она в полноценном рабочем варианте, там, да, не деланное ни что-то, это, конечно, блин, оно всегда где-то служит. И нету прямо такого отдельно, ну да, кроме нашего случая. Где китайцы могут собрать, ну прямо, блин, реально прямо из гна и палок вам вот эту плату спаять, да, из различных вообще состояний ее поднять, и, соответственно, вам ее предложить, да, покажется вам по недорогой цене, это, конечно же, совершенно другая вещь, нежели из, блин, из рабочего, из нового устройства, это абсолютно разные вещи. Да, начиная у нас с архитектуры как раз-таки 11-го телефона, нет, вернее, 10-го, да, просто телефона, появились у нас вот это двухэтажность, я что и хотел показать. Внутри вот это очень такая архитектура идет, плотное размещение электронных компонентов. Самый такой момент, вот этот, да, нестабильный, когда вы покупаете вот эту плату на Алишке, она 100% делана, еще раз, китайцы ее из любого состояния поднимают и вам предлагают, то есть тут это, конечно же, некая большая такая вообще невероятная рулетка, то есть из какого состояния, что с ней делали, как это будет жить служить, это очень все один большой вопрос. Здесь, да, что можно отразить, как минимум, это нарушение термоинтерфейсов, это вот есть здесь, да, такие некие следы остатков, это как термопасты, конечно, китайцы не парятся за ее восстановление, а это общий нагрев устройства в последующем пользовании, повышенный нагрев, да, устройства, как минимум, ну и вся полностью нестабильная работа устройства. Из какого состояния, просто ли это был развал этажей и они спаяли, заменили здесь какие-то компоненты, которые возможно заменить, то есть китайозы могут вам поднять, намутить из любых вообще состояний. И, конечно же, когда вы смотрите на Алишке и вам приемлемая, кажется, цена, да, когда ваше несправно думаете, сейчас вот это придет, я воткну, и все будет окей, не окей, это будет началом вообще, а вернее продолжением вот этой вот всей истории и канители с наибольшей вероятностью. Поэтому, да, я вот и хотел снять вот это видео с большим рассказом, на самом деле, по плате, и тот самый, да, момент, который вот, когда вот, да, все-таки возникла такая необходимость покупать плату, это нужно точно знать, что она вот из такого, блин, какого-то устройства на разбор пучиного, не деланная, не ремонтированная по-любому. То есть, если вы хотите вложиться в эту историю, в продолжение, да, истории, ну, какой-то, да, неприятности с вашим телефоном, то это нужно делать только в таком виде, когда плата точно с оригин, не деланная, не ремонтированная, только такая вещь будет жить, служить надежно, но и это имеет место вкладывать деньги. Все остальное, вот эти все раскладушки, распайки, это просто деньги на ветер, ну, или да, как это я обычно говорю, по целям, по задачам у каждого, кто-то, может быть, хочет немножко до вложиться, но слив этот аппарат за получить для себя большую стоимость, но это уже, как бы, ваше личное дело. Так, да, достаю плату, покажу, вот это все-таки финальный вид, как она укомплектована. Да, конечно же, нам, как сервису, постоянно пишут люди, блин, вот не понимают, что такое плата до конца, ищут, ищут эту запчасть, блин, спрашивают, а если у вас такая-то плата, там, 11 про, там, 12 про, есть ли у вас такой элемент? Ну, блин, честно говоря, да, когда тебе человек задает такой вопрос, ну, блин, на самом деле, понимаешь, что он просто не понимает, что он вообще ищет до конца, это, блин, с вероятностью в 98 процентов. Да, ну и, конечно, приходится вот это тратить время и объяснять, почему я хочу снять этот ролик, как-нибудь назвать его погожим образом, ну и, соответственно, просто кидать человеку, да, чтобы он просто понял, во что он хочет ввязаться. Опять же, если это не такая история сновья, то не надо этого делать, с наибольшей вероятностью. Да, и опять, кому же, интересно, вся эта математика, сколько вот это вот так вот выйдет, пожалуйста, welcome, ссылочка в описании. Каждый элемент в отдельности прописан. Да, вот она-то новенькая, неделанная, ничего тут, даже не запущенная плата. Вот именно такая вещь, если уж у вас есть необходимость, то, ну, вложиться в продолжение вашей истории стоит только в таком виде. Все остальное, это, опять же, трата денег впустую. Так, ну и у нас, да, получается платка вот так, сейчас я ее комплектую полностью и уберем в сторону. Здесь у меня, да, тоже, на самом деле, законченная конструкция, вот этот вот, как вот этот сет, корпусной, кому необходимо, пожалуйста, тут есть все, кроме наверняка рабочих, то, что у вас какие элементы, это экран, камера, сюда втыкаете, батарейка, да, по необходимости. Да, не так много, на самом деле, у нас элементов, получается, отдельно взятых, но вот по цене, опять же, кому интересно, welcome. Так, снимаем еще верхние датчики с динамиком, и платка у нас готова. Да, что собрать? Иногда сложнее даже грамотно разобрать, чтобы все осталось в целостности. Так, ну и у нас то, что относится к плате, это вот непосредственно те три элемента. Важная, да, штука эта, чтобы у нас работал Face ID, в принципе, для чего, да, это и делается, это те три компонента. TrueDep, верхний, light sensor с флюдом, и сама, конечно же, плата на 128 гигабайт. Так, все компонентно, вроде бы все. Так, это мусор, не так и много, на самом деле, но вот эти такие самые дорогие вещи, это экран, самоплата, конечно, ну и корпуся, все такие вот три основы. Да, тут мелочевка, это все шурум-брум. Так, не знаю, что-то немножко, может быть, коротко вообще, на самом деле, получилось, но локально вот эта вся история вот так вот и выглядит. Еще раз, вот такие раскладушки восстановленные, что касаемо платы, нет смысла вкладываться, потому как это будет просто, блин, как минимум продолжение грустной истории. Так, ну и локально, как говорится, пока что. На этом все, всем привет и всего. Да, есть еще желтый и фиолетовый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok